4 тысячи военных в Польше и Прибалтике. Это международные батальоны, которые НАТО отправляет к границам России. Это итог саммита стран Альянса в Варшаве, собранного под девизом «Как нам сдерживать Россию». Что характерно, генсек НАТО выступил с заявлением «Мы не видим никакой непосредственной угрозы странам Альянса со стороны Москвы, но то, как строятся сейчас наши отношения, это новая реальность». По ходу саммита несколько раз даже не вскользь подчеркивалось «Украину в НАТО пока не зовем». Но зато именно силы Альянса предотвратили там кровопролитие. Как что предотвратили, оставим за скобками. На неделе президент Путин звонил коллегам в Париж и Берлин, чтобы обратить их внимание на то, что Киев вновь стягивает силы в Донбасс и вновь там гремит канонада. Зато президент Порошенко отправился в Варшаву пугать натовцев русскими. Причем в тот самый момент, когда именем Бандера называют бывший московский проспект Киева. Какой Киев ждет реакции, посохваляя упор на Бандеру, непонятно. Ведь член НАТО Польша деяние Бандеры, Волынскую резню, на неделе признала геноцидом, а сам, приехавший в Варшаву Порошенко, сейчас уже устал с Бандеру извиняться перед поляками. Но коллег Георгий Альцашвили наблюдал за происходящим в Варшаве и разбирался, что за новая реальность родилась на саммите, который его глава Столтенберг назвал переломным. И что могут услышать на следующей неделе собравшиеся на Совет России НАТО. В дни, когда вся Европа замерла в ожидании финала Евро-2016, большая игра на национальном стадионе Варшавы. Саммит НАТО прямо на футбольном поле. Здесь выстроили огромный ангар, все ключевые переговоры проходят именно в нем. И пустые трибуны не должны вводить в заблуждение. Еще до начала этот саммит назвали историческим. Альянс расправил плечи. Крупнейшее усиление со времен Холодной войны. На фоне терактов по всему миру, нерешенных ближневосточных проблем и угрозы ИГИЛ. Главный вопрос в повестке НАТО – сдерживание России. Мы примем решение об усилении обороны и сдерживания, но мы также намерены направить ясное сообщение, что мы продолжим стремиться к конструктивному диалогу с Россией. Диалог с петлей на шее. В первый же день саммита главы 28 стран решают перебросить фактически к российским границам 4 батальона. 4 батальона здесь, в Польше, а также в Эстонии, Латвии и Литве будут размещены на ротационной основе. Эти батальоны будут многонациональными, что демонстрирует прочность трансатлантических связей и тот факт, что атака на любую страну Альянса будет рассматриваться как атака на НАТО в целом. Польский батальон будут курировать американцы, латвийские, канадцы. За Литву отвечает Германия, а за Эстонию – Великобритания. Численность каждого батальона – тысяча человек. И здесь важная деталь – принцип регулярной ротации. В НАТО считают, люди ведь меняются, значит, это нельзя назвать постоянным присутствием. Но с другой стороны, инфраструктура остается, а это нарушение основополагающего акта «Россия-НАТО». Однако, похоже, теперь, когда генсек Альянса официально признает, Россия больше не стратегический партнер, прежнее соглашение можно читать по диагонали. Впрочем, Эстонию, Латвию и Литву НАТО поглощало в 2004-м, когда Россия еще тот самый стратегический партнер. С тех пор крупные учения, такие, как операция «Еж», для которой США перебрасывала в Прибалтику 150 единиц бронетехники, включая танки «Абрамс», проходят каждый год. И несложно догадаться, кто условный противник. И если, к примеру, в 2010-м НАТО восстанавливает авиабазу «Эмари» в Эстонии, чтобы разместить на ней датские истребители F-16 и американские штурмовики А-10, то через 6 лет масштабы куда значительнее. На саммите объявлено «Альянс» выводит на базовый уровень боевой готовности собственную систему ПРО, прикрывающую восточный фланг. И явно не от иранской ядерной угрозы, ведь Исламская республика уже не под санкциями. В эту систему входят корабли ВМС США, в Средиземном море, турецкие радары и комплексы перехвата в Румынии. Там же в Румынии будет размещена дополнительная бригада НАТО, численностью около 5000 военнослужащих. Всю неделю перед саммитом политики самого разного калибра от министра обороны Польши Мацеревича до самого Барака Обамы высказывались в духе «Россия – главная угроза мировой безопасности». Но уже здесь, в Варшаве, стало очевидно, в «Альянсе» так считают далеко не все. Для Франции Россия не является ни противником, ни угрозой. НАТО отнюдь не претендует на то, чтобы влиять на отношения, которые Европа должна поддерживать с Россией. Но это заявление, что называется «на полях». На самом саммите французский президент призвал НАТО, цитата, «проявить твердость в отношениях с Россией». То есть диалог продолжать вроде как нужно, но только с позиции силы. В пятницу председатель Евросовета Тулской, глава Еврокомиссии Юнкер подписывают декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО. Выходит, что Европейский дом поддержит «Альянс» во всех начинаниях. Ангела Меркель, говоря о стратегии НАТО в отношении России, назвала ее глубоко оборонительной. В то же время министр иностранных дел Германии Штайнмайер заявляет, «Альянс должен перестать брицать оружием». Кого слушать? О единой стратегии Европы уже речи нет. Чтобы это понять, не надо ехать в Варшаву, хватит и двух часов в Бундестаге. В то время как германский канцлер и министр обороны говорят о необходимости дополнительного вооружения, министр иностранных дел считает, что это будет брицанием оружием. Если у Путина есть чувство юмора, он наверняка в голос смеется над этим спектаклем. Составляющая первая – это военно-промышленное лобби, которое хочет получать больше денег, больше заказов. Вторая составляющая – это страны Прибалтики и Польши, которые пытаются накачать свою значимость внутри Евросоюза. Ну и евросоюзовской бюрократии тоже нужно НАТО и образ российской военной угрозы как дополнительный мотив для сплочения вокруг Брюсселя. Последнее особенно актуально после Брекзита, ведь для ЕС итоги британского референдума все равно, что гол в свои ворота. В огромном пресс-центре стадиона работают более 2000 журналистов со всего мира. Всем репортерам, освещающим саммит, организаторы раздали программу мероприятий. Их очень много, фактически с самого утра до позднего вечера. И вот такой журнал с заголовком на обложке. НАТО, Варшавский саммит. Время действовать. А повод найдется. Например, хакерская атака. На саммите Альянс объявил, что отныне киберпространство – такая же область проведения операций. Надо понимать военных, как суша, воздух или море. Смысл того, что сейчас объявлено в НАТО, именно в этом. Чтобы кибератаку можно было использовать как повод для войны. Казус Билли. То есть, раньше для этого, если вы помните, приходилось придумывать наличие химического оружия у Саддама Хусейна. Размахивать пробирками с белым порошком на трибуне Конгресса. А сейчас достаточно будет объявить, что идет атака. А надо понимать, что про кибератаку нет никаких доказательств, что она идет. Но представьте себе, что у вас есть сайт. Вы просто объявляете, что на него идет атака. Кто это вообще, говоря, может подтвердить, кроме вашего права? Хедлайнер второго дня саммита Петр Порошенко приехал в Варшаву, обнадеженный президентом Обамой. Мы продолжим поддерживать Украину, осуществляющую важные политические и экономические реформы. США и ЕС едины в своей приверженности сохранению санкций в отношении России до тех пор, пока она полностью не выполнит свои обязательства по минским договоренностям. Однако уже на саммите было четко сказано, членство в НАТО Украине не светит. Тем не менее, Альянс одобрил всеобъемлющий пакет поддержки Украины. Речь идет о разных формах датирования оборонной отрасли страны. Глава украинского МИДа Климкин простодушно заявил, дадут столько, сколько сможем унести. И это на фоне того, что самому Альянсу нужно больше денег. Еще один спорный момент. Всех членов НАТО обязали отчислять на военные расходы 2% ВВП. Прежде так делали далеко не все. 2% – бессмысленная цель. В то время как 2% албанского ВВП не имеют особого значения, 1% ВВП Германии, безусловно, имеет. Даже Греция может достичь необходимых 2%, но ее вклад, к примеру, в миссию НАТО в Афганистане ничтожен. Есть много способов участия в коллективной обороне, помимо формирования войск или производства военных самолетов. На неформальном ужине лидеры стран-членов Альянса снова вернулись к главной теме. Говорили о России, но о конкретных решениях договориться не смогли. А тональность высказываний явно потеплела. Россия не может и не должна быть изолирована. Мы не хотим новой холодной войны, мы не хотим новой гонки вооружения, мы не добиваемся конфронтации. Но на деле же НАТО увеличивает бюджет, планирует расширение на восток, разворачивает у наших границ все новые военные подразделения, оснащенные в том числе тяжелой бронетехникой и пусковыми установками двойного назначения, то есть способными запускать ударные ракеты. И проводит масштабные учения, которые даже в названиях, таких как, например, «Анаконда», ориентированы совсем не на оборону. В среду в Брюсселе впервые за два года созывается Совет Россия-НАТО. И вопросов накопилось много. Ведь пока тот, кто говорит, что не хочет холодной войны, делает все для того, чтобы она началась. Георгий Алисашвили, Игорь Крецков, Федор Сухарников, Сергей Чивела. Первый канал. Польша.